Первое заседание Попечительского совета Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ненецкого центра развития и образования прошло в Нарьинмаре. Программа реализуется в рамках национального проекта образования, регионального проекта «Успех каждого ребенка». Одной из основных целей является развитие и становление гармоничной и социально развитой ответственной личности на основе культурных ценностей. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан в феврале этого года в соответствии с соглашением, достигнутым между администрацией Ненецкого округа и фондом «Успех Сириус». Он работает в регионе всего 9 месяцев, но уже сейчас можно говорить о первых результатах деятельности центра. Попечительский совет является одним из коллегиальных органов управления регионального центра. Он создан в целях своего рода контроля, контроля деятельности, контроля финансовой дисциплины. Но он выбирает экспертный совет тех деятелей, которые непосредственно у нас будут заниматься методической, аналитической деятельностью уже непосредственно регионального центра. В прошлом году количество одаренных детей составило порядка 500 человек. Сейчас эта цифра выросла на 19%. Мы стали более планово работать по выявлению детей, по поддержке данных детей. Вы знаете о том, что недавно у нас дети вернулись с тематических смен. Это Москва, это Калининград, это математические, физико-математические смены. В округе появились и успешно реализуются меры поддержки одаренным детям. Премия путевки. Ребята имеют возможность посетить такие образовательные детские центры, как «Артек», «Сириус», «Орленок». Центр реализует несколько направлений. Это первое направление – наука, второе направление – это спорт и третье направление – это искусство. То есть в рамках данных направлений мы должны проводить целый спектр мероприятий для выявления одаренных детей. И после этого мы должны составить для них индивидуальный маршрут или подготовить определенный спектр мероприятий, который поможет им развить свои способности и добиваться более высоких мест, целей в своей жизни. Во время осенних каникул прошла еще одна смена занятий для одаренных школьников провели преподаватели Московской школы «Фоксворд». Кроме того, программа для одаренных детей включает множество семинаров, онлайн-встреч, конкурсов. В рамках нашего плана работы мы провели две образовательные смены. Первая смена была проведена в июне месяце, многопрофильная смена для одаренных детей. Смена прошла на базе летнего лагеря в школе номер 4. И занятия для наших детей вели специалисты из высшей школы. Планируется, что в следующем году региональный центр поддержки одаренных детей поменяет адрес. Сейчас он располагается на базе НЦРО. А с вводом в эксплуатацию новой третьей школы переедет на новые площади. Это даст и новые возможности для развития. К тому же Департамент образования участвовал в конкурсе на предоставлении федеральных средств на развитие региональных центров и одержал победу. В 2022 году на развитие центра поддержки одаренных детей будет выделено 320 миллионов федеральных денег. Департамент образования участвовал в конкурсе на предоставлении федеральных детей.